Старость, не высмеивай, и ты идёшь к ней. Привет, я Даша. Такое сегодня патологическое видео будет. Я довязала наконец-то шаль. Вот эту. Я её сегодня даже уже успела выгулять на работу и обратно. Я её вязала год. Почему так долго? Потому что я её то бросала, то начинала. И на это ушло 7 отков пряжи. Шаль длиной с обычной палантин. А по высоте закрывает как раз шею и до поясницы. Не знаю, как показать рисунок. Я бы сфотографировала, доставила бы видео, конечно, было бы проще. Но вот так наверняка не видно никому вообще ничего. У меня компьютер совсем начал глупеть просто на глазах. Видеоредактором пользуется нереально, поэтому уж извините меня. Он не греет. Я сегодня, правда, один раз только ходила. Но у меня сложилось впечатление, что даже мой летний палантин, который я вышивала... Сейчас, я не помню, показывала я его, его нету. Но на всякий случай ещё раз покажу. Я его вышила сама. Получилось, что попало. Ну, рисунки я имею в виду. То есть на спине. Я вышла таким образом, чтобы от плеча к плечу расстояние было соответствующее. Вот такая. Я помню, я, когда его надевала на работу, у меня все спрашивали, что это за хрень. И я отвечала, что... Ой, я изнаночную сторону показала. Блин, гений. Вот лицевая. Я отвечала, что это авангардное изображение, ветки сакуры. Вот. Ну, закомплексовала. Зато, знаете, что здесь красиво? Мне очень нравится. Вот эта белая похрома. Ей бог, похрому мне было делать сложнее, чем вышивку. Да, вот такая вот. И вот я этот палантин читаю летний. Я его летом ношу, когда так прохладненько. Погода пасмурная. Вот. Материал этот тон тонкий. Ну, и то он греет меня лучше, чем вот эта шаль, которую я связала. Сейчас покажу, как выглядит этикетка с пряжи. Выглядит она вот таким образом. Это у нас пехорка. Секрет успеха. Сто процентная шерсть. 250 метров. Что означает? Я, в общем, смотрите, я не разбираюсь. Здесь, в этих этикетках. То есть, 7 таких мотков. Вот, может, есть схема. И, если кому нужно, я найду ее в сети и дам ссылку. Сообщите мне, если вы хотите знать. Хотелось похвастаться. Вот. Так что, чистой воды. Буклило такое видеть. Просто напохвастаться. И это не особо, конечно, хорошо. Ну, вот, да. Я закончила вязать наконец-то. Я боялась, что я не успею поносить ее осенью. Имею я обыкновение к новому году довязывать, заканчивая вязать вещи. Ну, допустим, палантин я закончила где-то там, где-то к зиме. Потому что зимой, конечно, его не поносишь. Разве что в офисе. На этом все. Я желаю, наверное, чтобы всегда все получалось. Так, как вы задумывали. Если, конечно, действия и задумки направлены на не злые дела. Всем добро. Пока.